Они говорят, что все, что Пророк не совершал, является запрещенным. То есть довод на то, что любое нововведение нельзя совершать, будет Маулид или какие-нибудь другие собрания, они говорят, что Пророк же этого не совершал. Возникает вопрос, а несовершение Пророком чего-то является ли доводом на его запретность? То есть запрет — это когда конкретно требуется что-то оставить. То есть должно быть требование. Пока требования нет, его запретом не называют. Оставление — это оставление. Запрещено что-то или обязательно что-то. А что такое запрещенное, что такое обязательное, что такое желательное? В любых книгах по усули фиклу нет такого понимания, как что тарг является основой для тахрима. То есть для запрета оставление Пророком чего-то, если что-то Пророк оставил, это является доводом на запретность, такого понимания вообще нет. Везде написано, запретное – это то, что Пророк и Аллах от нас потребовали оставить. Это является запретом. Просто оставление чего-то на запрет никак не указывает. Для понимания этого мы приведем именно ситуацию из жизни сподвижников, где сподвижники, рази Аллаху аль анау, совершали то, что сам Пророк еще не совершил. То есть Пророк что-то оставил, но сподвижники это совершали. Здесь ключевой момент – то, что сподвижники совершили то, что Пророк не совершал. Если человек скажет, ну они же сподвижниками были, ну какая разница? Раз человек берет в основу, что все, что Пророк не совершал, нельзя делать, значит и сподвижник не мог это делать. На каком основании сподвижник совершил то, что Пророк не совершал, если это было запретно? Раз сподвижник это совершил, значит это можно было. Для этого примеры. Несколько примеров. Самый известный пример это у нас намаз Хубайба. Хубайб свадвижник пророка которого казнили. Его поймали неверующие и перед тем как его продали его купил один неверующий человек. Перед казнью он что говорит? Он попросил разрешения, чтобы дать ему возможность совершить двухракат намаз. И Хубайб является человеком, который ввел двухракатный намаз до казни. То есть он совершил намаз, который никто не совершал до него. Желательно двухракатный намаз он совершил до своей смерти. И пророк об этом услышал, и пророк его не упрекнул за это. Он же после того, как он совершил намаз, его казнили. Он же не услышал мнение пророка. Он мог это делать или нет? Хоть если бы совершать что-то, что не совершал пророк было бы запретным, сподвижник осмелился бы даже приступить к этому действию. Нет. Раз сподвижник осмелился, он понимал, что эта вещь является допустимым. Не обязательно, чтобы все совершалось пророком. Главное, чтобы не было запрета от пророка. И поэтому Хубайб до смерти совершил двухракатный намаз. В истории Хубайба называют человеком, который ввел в религию двухракатный намаз до казни. Имам Ахмад в своем уснаде приводит хадис под номером 18996. Он приводит хадис Он говорит Один день мы совершали намаз сподвижник рассказывает Мы как-то совершали намаз позади пророка И когда постанник Аллаха из руку поднял голову и сказал Позади стоявший один человек сказал То есть подвижник который позади стоял который ни разу не услышал слова от пророка эти слова Он сам ввел эти слова в намаз После того как намаз совершили пророк спрашивает Кто сказал эти слова Тот человек говорит Я Расул Аллах Этот человек говорит Это я сказал О постанник Аллах И в этот момент пророк говорит Я увидел Я увидел Как более 30 ангелов спешили Кто же первым запишет эти слова В данном случае мы видим как сподвижник сказал такие слова которые пророк не говорил и о которых сподвижник не слышал от пророка И пророк его не упрекнул за это Пророк ему не сказал Ты нововведенец Ты как смог ввести в религию то что не является из религии Поэтому мы говорим о ставлении пророком чего-то не указывает на ее запретность Абу Саид Аль-Худир передается Как-то группа сподвижников пророка вышли в сафар и они хотели поселиться у одних арабов Эти арабы их не приняли Главный этих арабов которые не приняли мусульман он заболел Они искали лекарства никак не смогли не подходило ничего И в этот момент они подошли к мусульманам к сподвижникам и спрашивают есть ли среди вас человек который сможет вылечить нашего вожака в этот момент сподвижникам говорят вы же нас не приняли поэтому мы вас бесплатно не будем лечить у нас есть лечение мы можем его вылечить но однако за плату Они договорились пошли Этот человек начал читать руку Этот сподвижник прочитал руку и прочитал сурру Аль-Фатиха Аль-Хамду лилляхи Раббил Алямин он сказал и начал руку делать После этого пророк услышал этот рассказ ему рассказали что вот так руку прочитали этот человек вылечился излечился и пророк его спрашивает Откуда ты узнал что это является лечением для него То есть сподвижник сделал то что он не услышал не увидел от пророка и вылечил больного человека То есть совершил руку которую пророк не совершил Вот элементарно если взять руку которая в наше время совершается чтением Курана вот такой тортип порядок в таком виде это во время сподвижника совершалось нет же во время пророка совершалось нет Есть отдельные моменты где пророк читал суру Фатиха и так далее но вот в часовом виде час сидеть на всех читать руку тем более мы видим это руку лечение Кораном это практикуется даже большинство теми кто запрещает наведение но вопрос разве пророк так читал так лечил или нет же в такой форме не лечил но однако отдельно если взять возможно то же самое но какая разница тогда между маулидом и этим в такой форме не было маулида тоже не было рухья тоже не было но каждая из сопоставляющих во время пророка имеется ввиду является дозволенным так же как в маулиде так же и в руке разве рука делается это не нововведение запретное значит и маулид не запретен если запретный приведите доводы на каком основании запрещается маулид элементарно а на каком основании разрешается рука в том виде в котором совершается в наше время и напоследок приведем вот некоторые примеры нововведений которые практикуются именно в Саудовской Аравии которые некоторые шейхи ваххабистов, которые дозволили некоторые, которые запрещают но по сути, эти все навыки которые мы сейчас будем читать по сути, по логике ваххабистов, они должны быть запрещенными, потому что во время пророка их не было их не практиковали в той форме, в которой сейчас они есть, их не практиковали первое это это трапеза, которая после смерти родителей, через месяц, у них они собирают своих родственников и близких и трапеза у них бывает, через садака раздается от имени своих родителей и так далее, относительно этого говорит Ибн Баз, Ибн Джибрин, Салих Аль-Фаузан что это допустимо у них, человек может допустим, если кто хочет подробно с ними ознакомиться вот Маджму'а Фатава Макалата Мутанави'а Ибн База может обратиться там есть подробный разбор но это не является чем-то скрытым скрытой информацией, не является у них на сайте есть эти фетвы, ответы они разрешают это но вопрос, во время пророка Салих Аль-Фаузан или же спадвижника было такое, чтобы человек после смерти его родителей через месяц собирал близких родственников, друзей или же после смерти именно через месяц раздавал садака и так далее не было же но вот в Аравии это практикуется и не считается запрещенным второе то, что мы видим вот у арабов в арабских странах мероприятия начинаются с чего? с чтения Курана они и у нас начинаются и у них вопрос но по логике ваххабистов же это является наведением разве во время пророка Салих Аль-Фаузан какие-то собрания начинали с чтением Курана вот так официально не было же значит это является наведением в Фаузан своей фетве под номером 2059 в Албании книга 402 запись разрешают ее но другие шейхабистов Бакр Абу Зайд Абду Разак Аль-Афифи запрещают то есть у них тоже на сайте есть эти ответы то есть некоторые запрещают некоторые разрешают но по сути вопрос те кто даже разрешают на каком основании они это разрешают ну они говорят потому что чтение Курана никакого запрета нет и так далее но понятно такого же запрета нет и в Мавлиде такого же запрета нет и в тех нововведениях которые вы запрещаете почему тогда то что практикуется у вас вы разрешаете а то что практикуется другими запрещаете хотя доводы на дозволенность ваших практик у вас те которые приводятся и в качестве довода для дозволения того же Мавлида и так далее. Третье. Можно ли целовать Коран? В этом вопросе тоже есть там разногласия среди ваабистских ученых. Допустим, Ибн Усамин говорит нельзя. Он говорит, это харам. Он говорит, это даже грех за это может быть. Никакой вознаграждение, наоборот, грех. Человек может попасть в грех, и пользу от этого никакого он не получит. Также это говорит Албания. Албания тоже говорит, это беда. Но однако Фаузан говорит, нет, это можно. Он говорит, у него нету основы. Но однако он говорит, это можно делать, проблем с этим нет. Но если основы нету, по его логике, это должно было быть запретным. Это же беда. Запрещено должно было быть. Он говорит, нет, можно. Также Ибн Убаз говорит, нет в этом запретности. Проблем нету, он говорит. По вашей логике это должно быть запрещено. Почему вы ее дозволяете? Он далее переводит, потому что некоторые сподвижники говорят, делали это. в этом же нет никакого запрета, в основе шариата это не противоречит и так далее. Те же доводы, которые приводятся людьми, которые разрешают маулии и так далее, те доводы приводят и для дозволения этой практики. И последний пример, вот линии, которые проводят в мечетях, чтобы намаз совершали ровно. Вот эти линии можно проводить или нет? Пророк, как мы знаем, в хадисах говорит «Иставу валятах талифу» «Выравняйте рады и не разделяйтесь, он говорит, а то ваши сердца будут разделены». Хадис приводит имам муслим. То есть это практика, связанная с ибадатом, с нашим намазом. Но во время Пророка, они не чертили линии, они не проводили линии, чтобы рады выпрямлять. Они просто смотрели на ноги и вот по ногам выровняли рады. Но позже, в наше время, уже проводятся линии. Даже есть коврики, на которых уже есть линии, проведены линии. Эти линии допустимы или нет? Мы говорим, что здесь проблем никаких нет, потому что она не противоречитариату. Но однако, по логике ваховистства, это должно было быть запрещено. Потому что во время Пророка этого не было, значит, это запрещено. Но однако они что говорят? Ибн Усаймин говорит, это можно. Фатава Нур Аляддарб, Фавзан говорит, можно. 4561 фетва. Абдул-Разақ Аляфифи говорит, можно в своих фатавах. Но Албане говорят, нельзя. Но Албане, понятно, да, он говорит по его логике, это во время Пророка, салли Аллаху ассаляму, не было, его нельзя делать. Но Фавзан, Абдул-Разақ Аляфифи и другие говорят, можно. Но у них какой довод? Ну, они говорят, потому что это не противоречит шариату, там из-за этого намаз выпрямляется и так далее. Но это же во время Пророка не было. Вы же должны были ее запрещать. Нет, не запрещают, наоборот, говорят, что это можно. Вот таких примеров тоже очень много, где вот те, кто запрещают нововведения, в своих странах, в своей местности какие-то нововведения дозволяют. Для них вот вопрос нововведения должен был быть четким, запрещен. Везде для них все новое должно было быть запрещено. Но, однако, мы видим, что среди них они сами между собой даже не разобрались. Кто-то разрешает, кто-то запрещает те практики, которые у них практикуются. Но для нас, мы говорим, мы, ахлуслана валь-джама'а, у нас есть книги, у нас есть алими, у нас это все уже написано, расписано, разобрано, здесь нет никаких проблем. Нововведения, во-первых, мы говорим, это все, что не было во время Пророка, саллиху ассаляму. Но то нововведение, которое будет в огне гореть, это нововведение, которое протворит шариату. Для этого есть слова Ибн Азудима Абдусаляма, слова Имама Карафи, слова Имама Навави, слова Ибн Хаджара Аль-Асхалани, слова Ибн Раджаб Аль-Хамбали, слова Ибн Хаджара Аль-Хайтами. Их можно перечислить целый день. Очень много слов алима, разбор, это все готово, уже расписано, проблем никаких нет. Все новое является нововведением, потому что его не было во время Пророка, саллиху ассаляму. Из этих новых дел не все будет в огне. В огне будет именно то, что противоречит шариату. То, что противоречит шариату, то, что не обосновано шариатом, оно будет в огне. Вот это является принцип правила шариата. Это до нас донесли наши алимы. И это мы практикуем тоже, мы следуем за этим. Поэтому любой вопрос, маули, четкий и так далее, у нас для этого нет проблем. Мы смотрим на это следующим образом. Есть ли противоречит шариату или нет? Если нет, принимаем. Если есть, оставляем. Все. Но вторая группа, вот группа вагабистов, которые запрещают вот эти нововведения, как маули, четкие и так далее, они должны были все это запрещать. И тем самым они противоречат алимам. Но, однако, они запрещают практику, которую Ахлю Сунна практикует. И те практики, которые у себя там на родине практикуются, между ними есть уже и противоречия тоже. И если человек придет именно с книгой алима, будет разбирать вопрос нововведения, никто не сможет доказать, что вот эти маулиды и так далее, вот эти практики, которые у нас есть, не являются категоричной формой запрещенными. Есть, запрещается именно определенный вид, когда вводится что-то, добавляется что-то запретное. Но в общем взять и запрещать никто не сможет. Если кто-то утверждает, что он сможет, пусть приведет слова ученых, которые говорят, что это так и есть, пусть придет с книгами, иншалу рахман, сядем, поговорим и покажем, наставим человека на путь истины. Потому что на этом пути, на котором мы, о котором мы сейчас говорили, были все ученые Ахлю Суну в Аль-Джамма. Поэтому здесь нет ничего неясного. Пусть Аллах нам даст тавфиq следовать истине. Пусть Аллах нам даст понимание истины. И пусть Аллах нас отдалит от лжи, от наведения, да сохранит нас Аллах от заблуждения. Вальхамду лиллахи раббил аламин.